находились аналиста вы видите как здесь все сильно разрушена ну вот вы видите наверх по самой первой провалилась мы вытаскивали кирилл я ребята помогли нам под плитами лазили и и представьте на 4 этажа свалилась по 1 живая два дня про сидела там было сложновато конечно вытащили ты живая оказалась это вот эти полеты которые рухнули да да вот она прям сидела на первом этаже там можем пройти можете под мнение не сейчас давай а вот уже когда мальчики пришли нас было на этот момент 69 человек несколько поумирали погасили а потом помогли нам привезли приехали технику дали бтр и очень много было лежачих очень много было бабушек дедушек помогли их погрузить несколько ходок мальчики нам организовали люди выехали сейчас конечно осталось 15 человек мы просто не уезжаем не родители здесь еще поэтому я не могу родителей бросить где они в другом квартале в другом квартале с ними все в порядке да потому что сегодня прибежала мама я тут с двумя детьми две девочки у меня 14 и 12 лет поэтому ждем когда вот можно будет хотя бы к родителям спокойно ходить но жилья просто не осталось поэтому куда бежать не обращаюсь у нас родственники в белгороде и в норильске наша семья емельяненко я прошу передать что наше мой папа мама то есть их дядя живы здоровы то есть мы виделись сегодня без жилья но мы все живы вот если мой сын жения слышит меня мы живы здоровы квартиры наши разбиты моего мужа и моя 2 квартиры ни одной квартиры сынок мы живы здоровы вот внучечки мои катя аннушка невестки моя аня и таня мы живы здоровы нам помощь оказывает российская армия мы не хотим ничего не слышать про наших так называемых защитников которые прятались за нашими юбками которые выбрасывали людей в подвалы стариков за руки за ноги люди шли в свои квартиры хотели взять покушать детям маленьким они их посылали извините меня матом не от одного чеченского воина не от одного воина днр не от одного воина российского мы даже не слышали грубого слова помогают ребята чем могут хотя они в этом не обязаны спрашивают приходят вам не холодно вам сытно вы живы здоровы все постоянно помогают спасибо большое на конец мир увидел то есть кто понимаете ребята местные здесь и закрывали великолепно но мы не можем перезагрузить Это слишком опасно. Проверял, защищал. Смотрю, вот военные украинские виды. Надо отсюда уходить. Как раз я хотел, чтобы мы туда прошли, но лучше не было. Нет, нет, нет. Все, пошли, пошли, пошли. А что сейчас было? Скорее всего, тамолеты. Для ракеты отработали. Я желаю приветствовать всех аудиторских французских канала «Кристельнеон». Я здесь уже один месяц, в мариуполь. Это очень тяжело в начале, потому что это очень холодно. И украинские франции были очень солидные. Но мы успели улучшить все трудности. И теперь у нас осталось только несколько улиц. И украинские институты. И я вам скажу, что это скоро закончится. Мы победим. Какой канал у вас? Известный. Там и здесь. Мы когда-то у нас брали интервью. Вечером, вечером. Я стою и говорю своему мужу. Гену, вот посмотри. Удачное положение этого дома. Он целенький. Окна все целые. Балконы все целые. Вы знаете, я утром встаю. Но мы стрельбу слышали. Я утром встаю, смотрю в ту сторону. Вы знаете, это слезы. Все упало. Все балконы с девятого по первый этаж. Они все упали. Понимаете? Это страшные вещи. И кто стрелял на эти. Ну, естественно, наши бывшие защитники. Которые мы их кормили. Которые у нас высчитывали. Деньги сколько? Семь лет с нас. И копейки нас драли. И они проезжали. Дочь живет на Миотиге. Это порыв. Они выгорели все. Там дома, дома. Вот они две недели, две недели. По шестнадцать часов. Вот. Шестнадцать часов. Понимаете? В сутки их обстреливали. Сваха глухая. Зять глухой. У доти фера сушить. Они не успокаивались, пока они подбили дом. Они сначала подбили двадцатый дом. Потом восемнадцатый дом. Потом шестнадцатый. Разрушили магазин. За магазином. И они не давали даже тушить. Если люди выходили тушить. Они сами лично свой хотели потушить. Они стреляли. Вы понимаете? Это страшно. Дети прожили полтора месяца в подвале. Они переворачивались. Понимаете? Лежат и по команде переворачиваются. Они не давали выходить. Да? Они не давали выходить. Они потом уже когда услышали, что НР сказал. Там ребята. Будет месиво. Это вы знаете. Это скоты. Это твари. В двадцатом доме две женщины на первом этаже. Они сами слышали. Это все могут сказать. И соседи. И сваха. Они говорят. Сыночки. Тут же мы. Ну они назвали этих тварей сыночки. Тут кроме нас пенсионеров никого нет. Они вытащили гранату. И кинули прямо в эту квартиру. А когда они начали. Они их дострелили. Понимаете? А сын сын просил. Мама. Пойдемте в подвал. Пойдемте в подвал. Ну вот. Они не ушли. Вот так они погибли. Одной было наверное еще 60 не было. Другой было старше. Это твари. Это скоты. Которых надо судить. И чтобы они гады нам восстановили все. Это было азовцы или весеух? Нет. Это были азовцы. Азовцы. Да? Да. Именно азовцы. Вот это армия. Армия Зеленская. Это твари. И этого клоуна. Это ты скомароха. Тебя надо выбрали. Это надо тебе. Нет. Судить тебе судом надо. И здесь тоже эти азовцы стреляли. Конечно. Креша пробитая. Вы знаете. Мы самого. Я не знаю сколько Нина. Недели три наверное. Вы знаете. Они стреляли. Вот это все. Начинает со Шлаковой горы. Понимаете. Это бабах. Молимся сидим. Плачем сидим. Кричим и сидим. Понимаете. И вот это каждый день начиная. Бах-бах. Садик. Это баня. Квартиры. Горят. Вы знаете. Это страшно. Что мы пережили. Это тихий ужас. Ну они. Они. Выгоняли из квартир. Ну. Они не выгоняли из квартир. Вы знаете. Как они выгоняли из квартир. Они просто. Ничего не говорили. И стреляли по нас. И все. Они стреляли по вас. Конечно. Они по мирным жителям. Все это стреляли. Они знали прекрасно. Что здесь мирные жители. Здесь нет никого. Понимаете. Стреляли. Тут не было военных. Вообще не было. На тот момент вообще не было никого. И ДНР вообще я не знаю. На Восточном было. Никого не было. Это начиная с утра. Они. У них был перерыв. Наверное. С часу до двух. Вот это единственное. У них чаепитие наверное было. Все. Вот. И ночью. И там немножко ночью. На ночь было. Это был конечно кошмар. Она началась. В тридцать. В одиннадцать тридцать пять. Был первый удар по крошу. Именно по нашему. Вы знаете. Сестречка. Мы живы. Отец хорошо себя чувствует. Мы прорвемся. Я вас люблю. Сколько времени вы стояли без воды. Без хлеба. Три недели. Без воды. Без хлеба. Снимали с бойлеров. Воду. Чтобы пить. Да. Нечего. Все отключено. И когда Азов. Я же говорю. Магазин там разбит был. Я подошел. Говорю. Дайте корм людям. Я раздам. Они стрельнули возле ног. Сказали. Мы вас защищаем. Я говорю. Это не защита. Три недели. Понимаете? Они украли все еду. Они не давали вообще еду. Они выгоняли людей из хад. Дети. Дети на улице живут. Дети на улице. Они сказали. Мы пришли вас защищать. Это не защита. Это геноцид. Когда вы зашли в Россию. Нам дали воду. И дают хлеб. Когда мы первый раз увидели воду. Все были чуть ли не в слезах. Так что русские вам помогают Русские, но они же пришли С водой и с хлебом И чеченцы помогают нам Дают тоже и горд Спасибо тоже Кадырову За его бойцов Спасибо большое Вот сегодня Кадыровцы пришли, мне дали пакет Конфет, я воду разливал сегодня Раздавал всем людям Ну я детка, женщина Мужики, ну мужики Самое главное дети и женщины Так что вы идите на велосипед Чтобы все дать Это мой конь Я зарабатываю Езжу, хлеб где-то найду Корм найду, ну чтоб кушать И когда вы сказали Что вы были ранены под обстрелом У меня под виномет Это когда Азов нас обстрелил Он же тогда сказал Мы Мариуполь в руинах оставим Они так пообещали В России еще не было А это они нас обстреляли Когда это было? Ой, я уже Если честно, я сейчас сам не помню число Потому что Во-первых, у меня Вчера дала врачика От успокоительного У меня бывает сухая кровь идет У меня сильно болит голова У вас была контузия, да? У меня есть так и есть Я же не лечусь Я вот так езжу Меня все тут знают Весь район Понятно И у вас был человек, который погиб Мы шли Воду не шли людям И когда Азов нас обстреливал Я попал под виномет Но его убило А меня под машину Волносики Но у меня нога осталась И ее Разрубало вот это полностью Понятно Поэтому я людям воду нес С бойлером Кстати Еще не было России Они работают на Азовсталь, да? Да Они работают на Азовсталь Говорят, что должен быть прорыв Азовсталь Говорят, что здесь треста Ветромая Первая наша остановка Потом Миклуха И третья остановка Азовсталь Выходишь и прямо через дворы Он тут Он тут Он тут Это другая еще не Это самая А как же они в него Да Спасибо Когда-нибудь и вода, и еда Все это закончится Что они делают Ну, вот такие уже даются У меня котята У тебя главное, что котята Давай, давай Посмотрим Как они в болезни Скажем А там, вот это что у меня котята А у нас еще с Бусей мамой котят В квартирах вы не живете, получается Мы вышли 12 дня Побыли дома А сегодня уже опять Ночевали Тут света ж нет Тут с одной семьей Я с женой и двое детей О, напротив Тут бабушки организовали Но бабушка не может опускаться Они себе сделали Как эту самую С досок собрали Типа кроватки Норы такие Как была ситуация, когда украинские войска были еще тут? А вот их результаты Они стояли в квартире или... Они ездили с одного места на другое и стреляли Они стреляли сюда, на вас? Нет, они стреляли От сюда? Ну вот в дом В тот стреляли, в тот стреляли Ага Вот И они меняли постоянно место свое Чтобы запутать русских Ага И что здесь не огонь идет на эти домах Ну, русские старались нас беречь Так что Мы здесь очень много натерпелись Вы стояли в подвалах Все это время Мы Два дня назад вылезли только с подвала Одну ночь переночевали А сегодня Ну, вчера Объявили эвакуацию отсюда Что Ожидали прорыв Созастали Вот Но Тихо вроде бы прошла ночь Как дальше будет А мы уже не хотим никуда уходить У нас тут налажен уже быт Мы уже и дрова знаем И где найти все Для приготовления пищи А куда дальше идти Любую, говорят, квартиру занимаете А как мы с детьми У нас дети Вот В моей семье Внуки Двое Две девочки Когда украинские войска еще были тут Они вам помогли Они вам дали Еду Ничего они нам не давали Ничего, да? Да Мы ходили воды набрать А они Минометами на нас Вот с нашего дома У девочки Ступню На ступне Пальцы оторвало Тут больница была Потом Новозовский Переправили Уже как русские пришли Так что Она была ранена Осколками Осколками Да Осколками Пальцы оторвало Так что они видели Что вы собрали воду Конечно Как только люди собирались Они сразу стреляли По местам Где скопление людей За домом У нас там Росинка Сауна И там тоже Этот Бассейн Пожарный Они Там мины Установили Мальчики пошли Думали Это обманка Первый Который шел Насмерть А другим Ранения Сильные В ноги Вот Так что И служ Воду брали Где только не брали Ну сейчас Одно время Когда русские Подошли Возили Воду А тут Эти солдаты Были И Баня у них была И нам Много Воды Дали Тогда Когда город Еще был Под контролем Украине Вы видели Если они Поставили Их техники Как В школе В больнице Или в таких Местах Они Везде Стояли Там Где Больница Там Вот Леночка Наша Которая Это Мы Отвезли Ребята Отвезли На телеге На Вот Такой Тележке Туда Отвезли Вот Ее В хирургию Не пустили Выше Третьего Этажа Там Уже Наверху Были Украинцы Так что Украинцы Были В больнице Прямо В больнице Прямо В больнице Получается Они Прикрывались Людьми Прикрывались Людьми Вот И Тут Вот Они Постоянно Во дворах Где Люди Живут Они Постоянно Техника Как Только Ночь И Начинал Ездить Танк Бронемашины Ездили Именно По дворам И стреляли С дворов А это Как Они Стреляют С дворов Он Стрельнул И уехал А потом Ответ Не огонь Идет Ну Я же Говорю В дома Не попадало В дома Скажется Что Русские Были Аккуратнее Да Они Более Аккуратнее Нас Берегли Они Предупреждают Вот Пришли И сказали Смотрите Будет Очень Жарко Вот Два Три Дня Пожалуйста Уходите А мы Не ушли Нам Ребята И Подкармливают Русские И Сами Приносят Покушать И хлебушка Мы хлеб Не видели Два Месяца Вот Они Первые Начали Нам Хлебушек Приносить Это Просто Страшно Ну Понимаю Ого Ты уже Сдаешься Ты сдаешься Собака Да Она молодая Она молодая Игривая Очень И видно Была в семье В какой-то Где дети И она Вот Детям Просто Ну Это Хорошо Если Она Такая Это Чужая Просто Прибилась Видно Люди Выпустили Уезжали Еще Посмотрите Ха Ха Да Нет Лера Давай Давай Вер А ну Давай Вера разоговорчивая, стеснительная, да? Стеснительная, да. Вера, Вера, я вас прошу, поспечу. Верю, как ты сейчас? Ну, 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 ну! Вера, Вера! Победила! Ха-ха-ха! Одна единственная школа в городе, одна единственная школа на вечернем рынке, 41-ая. Удачный директор, дома сгорел. Семья здесь жива. Это одна единственная школа, которая в том году на 9 мая, все классы с 1 по 11, всю школу обрисовали к 9 мая. И азовцы приезжали, там его пытались кошмарить. Серьезно? Да. В школе они попробовали... Всю школу все окна были заклеены, дети вырезали сами на листочках 9 мая, там цветы, эти георгиевские ленты, короче. И приезжали, да. Конкретно пытались наказать его за его. Он сказал, нет, вы не правы его. И все. Да. В 14-ом году 9 мая. С чего все началось? С 9 мая. Да. Убили нас этот. Поубивали наших ментов, так сказать, в городе. Да, и демонстрантов тогда убили. Да. И демонстрантов. Старики пошли возлагать цветы к памятнику. Хатлубей наш, как всегда, на больничный ушел. Хатлубей был нормальный человек. Ну, он ушел в этот момент на больничный. Нет, подождите. Была организована полевая кухня. Там каждый год на 9 мая он стариков наших не забывал никого. Всегда была полевая кухня, боевые 100 грамм. Всем старикам приносили конвертики. Какую-то помощь там, пакет собирался. Вот, и все. Но в тот день, да, он полевую кухню организовал, но его не было на тот момент. Потому что он знал, что это все будет. И когда восточные обстреляли, он знал, что это будет. Вот так. Потому что у меня знакомый, когда была сессия, собиралась. А перед этим я смотрела по телевизору. Собрались, короче, все депутаты в Верховной Раде. Ну, и проголосили, что Россия это агрессор и тому подобное. И это все разослали, короче, по всей Украине. И здесь у нас сессия. Ну, Хатлубей берут за одно место. А, Россия агрессор. Голосуем. Хатлубей так раз в руку. И в зале тишина. И никто больше не поднял. Ну, его за одно место взяли, вывели. И говорят, мы не будем у них спрашивать, кто сидит в зале депутатов. А вас, вас, мы просто предупреждаем, выбирайте какой район. Ну, с Донецка-то на Мариуполь. Дальше же лететь. Всякому разному снарядам и тому подобное. Значит, будем обстреливать с Новоазовска. Там уже стоял ты наверно. Вот весь из сказок. Они подъехали и наши люди, которые вот со мной работали в заводе, говорят, машин повыстроивалось на этом, на Ленинградском. Куча, куча. Стояли, ждали, пока обстреляют восточный. Вот так. Как только это все закончилось, сразу туда шмых и приехали. Скорый пожарный, да. А наши корреспонденты бегали. И хотя говорили, что там никаких войск других нету, кроме Украины. Украина воевает за свою землю. Но когда наши корреспонденты бегали, снимали, снимали это все и спрашивали. Вот бежит человек военный, у него спрашивают, что случилось. Дайте интервью. Он, ноу, 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 ноу. И она, эта девочка говорит, наша корреспондентка Мариупольская, она говорит, он говорит, по-русски не разговаривает. Так кто ж тогда он? Откуда? А с какой страны он сюда приперся-то воевать за Украину? Уроды. А в 2017 году вы голосовали на референдум? Мы шли как на парад. Мы шли как на парад. У нас здесь такие миллионы очереди были. Вы даже себе не можете представить. Вот отсюда до самого райисполкома это все было забитое. Все было забитое. И так что все эти восемь лет у вас было такое ощущение, что украинские войска это было как оккупанты, да? Да. Это было так. Так что сейчас это освобождение Мариуполя? Да. Скажите, а в 2014 году был момент, когда Мариуполь уже практически освободили. Вы это застали? Нет, мы это не застали. Мы застали это 9 мая, когда вот сюда Ляшко со своей бригадой приехал и нам город весь побил в центр. Повалял все буквально своими танками и бронетранспортерами. Вот так. И после этого сразу же они начали заселяться. Широкино нам разбили, людей оттуда. Все вывозили, все что можно было снять, все что можно было забрать. Крыши, ворота, машины, мебель, я не знаю, пластиковые окна, полы. Все, холодильники размороженные, замороженные, веревки, веревки с деревьев снимали с носками, с трусами. Все это грузили, все это вывозили через Новую почту или как она там называется. Так что это украинские войска были как мародеры, да? Да. В 2014 году. Сейчас мы не видели этого, потому что... Ну конечно, они уже живут, они жили уже здесь 8 лет. Они прижились, они квартиру здесь себе попокупляли. Они из своих семей сюда попривозили и дети в школу ходят. Вот и все. И когда нам показывают по телевизору, что вот чем-то там такое, что-то там собирается в центре города. Кто туда выходит? Жену вот этих. Из нормальных людей туда никто не пойдет. А вот такие же жены этих, азовцев и тому подобное. Ну да, и тут очень много. Для людей в Европе вы можете сказать, что случилось 9 мая 2014 года? Потому что много людей в Европе не знают, что случилось в Мариуполе. Ну давайте я расскажу. 9 мая 2014 года. Ой, это был праздник. Наши ветераны пошли возлагать цветы. И вот здесь и все началось. Все, возложили цветы. Стариков начали бить, унижать. Поломали нам весь город и танками и бронетранспортерами. Такой у нас был депутат Ляшко, который здесь возлагал это все. Но на левый берег они не дошли. Они остановились на городе. На центре. На центре. И там вот это все происходило. Это были обычные войска или это были эти нацбатальоны? Это был Ляшко со своими... То ли правый сектор, то ли... Вот по-моему правый сектор. Да. Потому что в черном, в черном они все одеты были. Вот и... Мы просто были поражены. Просто поражены. Показывали по телевизору. Я говорю, вот до чего наша молодежь была относилась к милиции. Ну вы сами знаете, как молодежь к милиции относится. Это везде так. Но когда начали убивать нашу милицию... Которые не захотели идти... Против людей. Против людей. Они бежали и кричали. Люди вставайте, мужики вставайте, наших ментов убивают. Вот представьте, эта молодежь бежала. Стреляли всех. И не имея здесь значения... Человек гулял с собакой... Он ушел... И собаку его. Иисус. Он ушел... Ваши жалей. Он ушел... Иисус. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok